Друзья, всем привет! Это канал о недвижимости и строительстве ВДТ. Я Алексей Верьянов. Сегодня мы оказались на Рублево-Успенском шоссе для того, чтобы сделать обзор на этот очень интересный образец современной архитектуры. И это будет вроде бы как классический обзор, как мы это любим, в деталях. Но он будет своеобразным, потому что проведем мы его вместе с автором этого проекта, архитектором Александрой Федоровой. Ну что, готовы? Поехали! Ну давай, показывай, что ты тут построила. Это современность, но не минимализм в чистом виде. Просто вот костер по центру комнаты, да? Должна была быть итальянская кухня, она заказала. Отечественная. Отечественная. Ничуть не хуже итальянской. Абсолютно точно. Краткие характеристики проекта. Мы находимся в 21-м километре от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе, коттеджный поселок Новоуспенский. Дом 620 квадратных метров, на участке 18 соток. В доме шикарная гостиная с панорамными окнами и высотой потолков 4,5 метра. Кухня фасадная с островом и отдельная техническая кухня со своим входом. Столовая с островным травяным камином с выходом в барбекю-зону. Зона для персонала, сауна, кабинет, гараж на 2 машины места, гостевая комната на первом этаже, 2 детские комнаты на втором и бомбическая мастер-спальня со своей ванной и супер-гардеробной, которую на моем канале вы еще не видели. Друзья, итак, начинаем наш обзор. Александру Федору вы уже знаете, потому что с ней мы проводили интервью. Если вы вдруг не смотрели, то это большая ошибка, переходите прямо сейчас по ссылочке или возьмите и запишите себе, чтобы посмотреть попозже. Александра, ну давай, показывай, что ты тут построила. Вот такой вот замечательный дом у нас получился. Я его изначально проектировала и строила для себя. А, то есть ты хотела здесь жить? Да. Купила себе участочек, да? Да. Выбирала долго. Важна была близость к Москве и быстрая доступность благодаря платной трассе. Да, мы находимся на Первом Успенском шоссе. И, соответственно, отсюда можно попасть через платную трассу, которую скоро построят и сделают прямо до Москва-Сити без единого светофора. Можно выехать на Рублевку, через Рублевку можно на Новую Ригу попасть. В общем, локация самая, что ни на есть, востребованная. Да, и в то же время здесь много сосен. Это очень важно. Чистый воздух вообще, в принципе, на Рублевке. И уникальный климат именно этим славится, что здесь определенное сочетание в воздухе вот этих вот ионов, как на морском берегу, которые очень полезны. Ну да, на Новой Риге, в принципе, там участков с лесными деревьями, с такими соснами, их там просто вот по пальцам пересчитать. Окей, у тебя нет забора. Расскажи, как так произошло? Ну, вообще, изначально этот поселок меня привлек тем, что здесь не планировалось никаких заборов. Для меня это такая важная вещь, потому что хочется простора, какого-то воздуха. Ну, потом, конечно, как обычно бывает, некоторые жильцы стали себе строить эти заборы. Но я решила все-таки сохранить вот эту вот такую европейскую или американскую концепцию, когда у тебя есть фасад дома, и он виден с дороги. Благодаря тому, что заборов нету, родился вот такой вот фасад. То есть он со стороны дороги достаточно глухой, закрытый. Мой дом, моя крепость. А все основные окна, они у нас выходят во двор, туда в лес. Меня мой архитектор тоже убедил сделать без забора. Хотя в поселке у нас предусмотрен забор, но я уже с управляющей компанией договорился, что мы его демонтируем. И вот, собственно, фасадная часть будет, она как бы отделять участок самим домом, а не как бы вот этими нагромождениями. Ну, это классно, потому что, во-первых, дом видно, что его прятать, если он красивый. Во-вторых, как-то есть какая-то... Ну, хорошо, у кого-то будет возражение, там собаки забегут на территорию. Ну, тут всегда есть возможность сделать что-то такое небольшое. Или легкое. Кому-то очень захочется. Понятно. Так, у нас здесь въезд в гараж. Да, дом построен таким образом, что он разделен на две части. Вообще сейчас очень востребована такая история, когда ты машину ставишь не в гараж, а ты можешь припарковаться под навесом и зайти в дом... Вот то же самое себе делают. ...с улицы. Поэтому здесь есть часть с гаражом, она теплая, туда можно заехать, поставить там свои, не знаю, летние кабриолеты. Да, да. Ну, или кто хочет, можно и зимние. А так вообще планировалось, что ты подъезжаешь к дому, и у тебя есть сбоку проход. Собственно, сам дом, и либо его там техническую часть, там гараж, кладовки, кладовая садовника. То есть нет прямого соединения, оно как бы все в разных частях, но при этом оно составляет единую конструкцию в объеме. Да, и самое главное, что есть общий навес, и ты идешь не под дождем, а, в общем, всегда по сухому. Вот ты, если бы жила бы, ты бы сюда заезжала бы на машине? Я, да. На самом деле сейчас все машины практически, они оборудованы там дистанционным запуском, и вот это вот заезжать, ворота открывает целая история. Вот я тоже хочу ставить машину под навесом, потом раз, ее завел и уехал. Ну, да, это удобно. Так, 14-й номер. Дом точно заряжен на успех. 14-й вообще мое любимое число, потому что я родился 14 марта. Вот это день Пи, 3.14. Поэтому однозначно этот дом ждет успеха и того, кто в нем поселится. Как знала, как знала. Да, мы всегда делаем в наших проектах перед входом какую-то красивую такую инсталляцию, арт-объект, который тоже каким-то образом отражает лицо дома. А, это светильнички, да? Да, это наши светильнички, которые мы спроектировали для этого проекта. А, с вашей? Да, да. А, ничего себе, круто. Изготовили. Это типа а-ля арматура торчит такая, да? И из земли идет свет. Можно и так сказать. Можно сказать, что это какие-то застывшие капли воды на каких-то камышах, что-то такое природное. Ну, соответственно, номер дома, чтобы было понятно, да? Там у нас даже есть почтовый ящик, такой, как американский, чтобы можно было письма или открытки туда получать. Ну, и, собственно, это лавочка бетонная. Тут можно присесть. Когда здесь будет лето, тут красивая засыпка камнями, все светится, и дерево будет у нас красиво цвести. Это такой бордовый клен. Очень красиво осенью просто. Ну, вы его прям защитили. Ну, и холодно. Да-да. Так, давай по фасаду теперь расскажи. Тут какой-то натуральный камень. Что это за камень такой? Это греческий кварцит. Мне хотелось в лесу сделать какой-то лесной образ дома, который такой уютный, немножко дремучий, но при этом современный. Поэтому формы простые, композиция понятна, а сочетание материалов – это дерево, наш любимый милборд композитное. А, это милборд? Это дерево, которое композитное, и оно вот просто на века сделано. Его не поведет, ни трещин никаких не будет. Да. Ну, блин, он дорогущий же. А у тебя вся подшивка, получается, им сделана, да? Да, и даже в дом переходит. А, и в дом еще переходит? Ну, это главная отличительная черта современных домов. Ну, да, фасад, переходящий в интерьер. Да. Но если считать, опять же, этот милборд через три года, он становится дешевле, чем натуральная доска, которую ты каждый год обрабатываешь, покрываешь. Да, даже тут, наверное, вопрос не денег, а в том, что, ну, кто-то должен приехать, это все аж курить, это все, ну, это, короче, целая история, а так сделал и забыл, да. Ну, вот, в общем, эти природные материалы, натуральные, камень, дерево, керамогранец. Ну, стиль дома — это минимализм, правильно? Да, это современный стиль. Минимализмом, конечно, сложно называть всю современную архитектуру, потому что минимализм в чистом виде — это вот японские такие пустые вот истории, где ты сидишь, там, медитируешь, ничего лишнего. Все-таки у нас есть детали, говорят, что это современный стиль, но это не минимализм в чистом виде. Ага, то есть с элементами минимализма, скажем так. Да. У тебя здесь идет уклон, причем я смотрю, как бы получилось, что и отсюда уклон, и отсюда уклон. То есть это все так продумано, что если у тебя машина там что-то насыпалась, то оно как бы сюда стечет. Да, так как дорога была чуть выше, чем пятно посадки дома, мы сделали здесь уклон, лоток обязательно, чтобы вода туда утекала. Ну, соответственно, от главной террасы тоже вода отводится. Ага. Я смотрю, там уже попытки посадить какое-то вьющееся растение. Ну, мы его уже посадили, он летом разрастется, вот эта вся каменная стена будет зеленая, такая красивая. Да, она будет еще разными цветами. А тебя не смущает то, что он вот в зимнее время, когда листья опадут? Это очень красиво. Когда этих веток будет много, будет супер графичный фасад, и вот эта глухая стена, она, кстати, здесь неспроста, потому что в этой части у нас расположены всякие технические зоны. Да, но там окна не нужны, получается. Окна там есть, они в подрукке. Ага, все увидим. Да. И, соответственно, такая получается живая картина. То есть она будет каждый год видоизменяться, прорастать вместе с домом, жить своей жизнью. Ага. Так, подсветка у тебя, да? Такая контурная идет по дому? Ну да, подсветка – это часть архитектуры. Она может либо что-то выделить, либо скрыть. А если она там графичная, она добавляет каких-то элементов в общей композиции. Слушай, ну так как будто бы кажется, что это 50 оттенков серого. Не смущает то, что нету ярких красок? Яркие краски у нас здесь, на самом деле, в ландшафте. Вот, как я уже говорила, этот клеон, он, ну там, 9 месяцев в году, он там зеленый и красный. Вот этот виноград, который здесь будет, он тоже цветной. Здесь у нас такие красивые цветники будут, когда все расцветет. Ну, собственно, зеленые все эти елочки, сосны, они тоже имеют какой-то цвет. Белый снег. То есть, когда это все, ну, воспринимать в комплексе, то получается как раз гармоничная картинка. Ну, тем более, современная архитектура, она не подразумевает там какого-то сильного попугайства. Да-да. Поэтому, скажем, это сдержанность. Ну и когда дом на продажу, да, мы не знаем цветовые предпочтения людей, а серый всегда, как бы такой нейтральный цвет. Ну да, его всегда можно дополнить. Красная машина заедет. Ну да, и все по-другому совершенно. Все ярко и весело. Так, я вижу, это твой логотип. На все дома свои устанавливаешь, да? Да, я считаю, что это как даже знак качества, который явно должен повышать рентабельность дома. И это заодно и светильник, и такое красивое украшение, деталька. Класс. Так, это, я так понимаю, вход в гараж? Ну, или выход. Ребят, ну, гараж вам не покажем, потому что, как обычно, дом, когда завершился, построился, вот все то, что там от ремонта остается, оно сюда переезжает. И это, кстати, очень удобно. Так, ну, главный вход мы еще обязательно увидим с вами. Пойдемте дальше. Здесь у нас есть кладовка. При нашей террасе, чтобы сложить туда всякие там шезлоны. Вот этого часто не хватает в домах. Да, это важная деталь. Там шампуры, какие-то приспособления для барбекю. В общем, это все очень полезно. Вот здесь может храниться. Супер, супер, отлично. Так, а здесь вход у нас получается? А это вход как раз в кладовку при черной кухне. То есть ты приехал на машине, быстренько продукты выгрузил, или, например, персонал, там пришел повар. И не через главный вход. И что важно, мы всегда все двери во все подсобные помещения делаем прозрачные окна. Ну, просто обычная оконная дверь, которая выглядит как окно. Это и свет дополнительный в это помещение, и у вас нет никаких технических страшных второстепенных дверей. Да, да. То есть в котельной будет такая дверь? Да. В котельной вообще обязательно должно быть окно. Если там она небольшая, и окном является стеклянная дверь, то как бы два зайца. Ну, стоит сразу оговориться, что поселок новый, да? Здесь идет еще строительство, но в целом, когда занимаешься точечным девелопментом, то очень сложно найти участок, чтобы все соседи уже жили. Но здесь уже дом построен, самая главная часть сделана. Я думаю, что он в течение года уже полностью заживет. Должны летом уже сюда делать. Так, это у нас барбекю-терраса с шикарным выносом кровли. Да, очень важно в загородном доме учитывать вот эту зону, потому что вся жизнь на улице. Очень важно, чтобы был навес, потому что часто я вижу дома, где все вроде бы есть, а стоит зонтик. Ну да, да, нет, нереально. Или там выдвижная маркиза. А это большой вынос, ты сидишь спокойно, здесь можно поставить огромнейший стол, все готовишь здесь и так далее. А это считается террасой же? Да. Ну, я имею в виду по документам. Да, да, это терраса. Она и площадь дома общая идет сейчас, да? Говорят, что да. Нет, я тебе просто скажу, да, что оно на самом деле недавно изменилось, и она идет еще и с коэффициентом 1. То есть раньше что-то там пытались. Да, сейчас в загородных домах, и они стали больше. То есть если раньше дом был там, условно, 500 метров, вот, по документам, то сейчас они стали 600. Но это, видимо, просто хотят налоги побольше собирать. А техподполье интересно, каким образом считается? А я думаю, что тоже там могут, да, могут. Ну, тогда у нас тут много метров. Там от высоты, наверное, зависит. Да, вот про высоту. Поскольку архитектура таким образом построена, что есть там наложение разных объемов, у нас получается, что вот этот потолок здесь, он 4,5 метра, и таким образом на глубокой вот этой вот террасе светло. Ну, да. Хотя мы еще и в лесном участке находимся. А у нас по сторонам света, получается, здесь... Ну, получается, там оно всходит, вот так вот туда-туда-туда. То есть прямо южная сторона фактически, да? Когда тут есть солнышко, здесь очень мило. Да, да, класс, класс. Ну, что-то текущая зима нас не радует солнечными днями. Да. Так, это барбекюшница. Да, здесь у нас... Все там с... Все ворудование. А, вот так можно сделать. А, класс. Да, можно как камин использовать, можно что-то жарить. Прикольно. Это летняя кухня. И много различных, как бы, поверхностей. Да. Ага, супер. Участок сколько соток? 18. 18. Он правильной формы у нас, с таким классными... Вот эта двойная сосна. Да. Просто вообще чудо этого участка. Так, пойдем пройдемся, посмотрим, что здесь. Это как раз та сторона, куда у нас выходят окна основных помещений. Здесь у нас столовая, гостиная. Ага, гостиная. Там спальня, видимо, да? Да, да, да. Слушай, а вот это что такое вот висит? Это у нас такая подсветка, которая называется лунный свет. Это в смысле изображать ночью лунное освещение? То есть с дерева сверху идут такие пучки, получается эффект, что вот луна освещает участок. Ага. Их при этом не видно, и деревья мы, кстати, не портили, они привязаны аккуратненько такими штучками. Так, это гостиная у нас? С каким-то зеркальным эффектом, то есть даже не особо видно, что там происходит? Ну, на самом деле, стекла не так и работают, когда внутри нет света, снаружи светло, то ничего не видно. Слушай, какой классный вот этот вот элемент угловой, когда нет стойки, просто получается совсем маленькая такая штучка. Ну да, это такой основной бонус современных домов, панорамные окна, где можно сделать стеклянные углы, и это, конечно, прям тебя объединяет максимально. Это редко, на самом деле, кто-то умудряет, причем в такой высоте еще сделан. Здесь тоже получается 4,5 метра, да? Похоже. Здесь даже больше, потому что у нас есть перепад рельефа на участке, и у нас в гостиную идет несколько ступеней внутри. То есть здесь у нас под 5 метров. Понятно. О, вот и солнышко, кстати, смотри. Как будто фонарь. Заказывали, пожалуйста. Так. Так, здесь у нас терраса при кабинете. А-а-а. Да. Это свой выход, опять же? Ну, такое место. Это может быть как дополнительная спальня, либо как кабинет со своим таким вот приватным балкончиком. А как оттуда выходить? Там, вот окна. Вот эта вся штука сдвигается? Да, да, да. Обалдеть. Можно потом попробовать. Оно может быть и сейчас? А может закрыто, да? Нет, открыто. Что-то знаю. Ничего себе. Это посмотрите, какой масштаб. Обалдеть. Супер. Ну, кстати, вначале тяжело, а потом как по инерции идет. Да, да, да. И вот такая огромная сдвижная конструкция. Потрясающе. Слушай, я такой высоты дверей еще не видел. Еще и профиль очень тонкий. Да. Сколько там? Ну, тут... 4 сантиметра, да? Да, 3,7. 3,7. Можно на самом деле ставить пульт, но поскольку кабинет такой, ну, второстепенное помещение. А, автоматическое открывание. Ну, да, еще они как-то очень медленно все идут. Как лифты в загородных домах. Почему лифты не ставят? Ну, потому что особо пользоваться им не будешь, они очень долго все двигаются. Так же и двери. Так, ну что ж, будем пробираться. Специфика моего канала в том, что я показываю практически все возможные детали. И даже, знаешь, какую-то дверь не заглянем, уже пишут. Что-то туда не заглянул, поэтому придется все обойти. Газовая труба покрашена по цвету фасада. Практически не видно. Очень круто. А вот та самая дверь в котельную, так понимаю, да? Да, вот такая решеточка здесь обязательно. Это что-то тут еще непонятное приклеено. Ограничитель, я понял. Чтобы не бить. Вот у нас есть техподполье под всем домом. Туда нужно еще... То есть можно что-то там, типа, хранилище какой-то устроить? Очень много метров. Но высота не очень большая. Там два метра, и там расположены всякие винтооборудования, в общем, вся техническая часть. Ну и плюс еще там можно как кладовку использовать. Ой, как здесь тепло. Так, греемся, греемся, греемся. Да, ну вот такой вот мы решили здесь оставить. Лофт-дизайн. Лофт, отлично. А это покрасили в такой красный цвет. Оставили бетон. В общем, вот такое у нас. Понятно. Водоочистка, два котла. Да. Вот это что такое? А, это электрический котел. Да. Это запасной вариант, ребята, если вдруг газа не будет. Хотя на самом деле, ну, я не слышал, чтобы где-то газ отключали. Электричество бывает отключает. Ну, на всякий случай, вообще, резерв класс. Так, бойлер. Все понятно. Все, короче, здесь. Все как обычно. Да, все как обычно. Вот эти наши фонарики. А, понятно. То есть, это прямо вот фишка, которая прям через весь дом проходит. Так, подожди, я сюда тоже должен заглянуть. А это как раз у нас вход в комнату персонал. Там, возможно, тетенька. Да, или дядечка. Да. Ну, в общем, у персонала отдельный вход с другой стороны. И здесь одинаковые двери, все в едином стиле. Да, они у нас в структурном остеклении. То есть, серам никаких у нас не видно. Стекло наклеено на профиль сверху. Очень модно. Еще с гаражными воротами сочетаются. Да. Все такое черное. Слушай, мы пойдем уже в дом, потому что, во-первых, холодно. Во-вторых, уже я заинтригован, что там внутри. Ребят, кстати, я в доме еще не был. Поэтому буду все спрашивать, все узнавать. А Александра мне все расскажет. Так, ну давай с входной двери начнем. Тоже высокая, прям целый такой портал, да? Да, мы тут экспериментировали. Тоже хотели сделать ее абсолютно такую минималистичную. Она вся в структурном остеклении. Там, на самом деле, деревянная рама внутри, но на нее тоже сверху наклеено стекло черное. А, понятно. Поэтому у нас эффект, что у нас такая глухая дверь. Круто. А это что, свитца? Это вход по отпечатку пальца, да. То есть можно на ключ закрыть? Да, можно просто настроить так, чтобы каждый раз не открывать. Ну и что очень хорошо в этом доме, то, что ты подходишь к дому. У тебя, во-первых, есть панорама и проход на участок, на зону патио. А вход в дом, он как бы скрыт от дороги. То есть обычно бывает так, что вот дорога, калитка и вход в дом. Соответственно, сделать панорамные окна, ну не все решаются, чтобы сразу с дороги было видно все, что внутри дома происходит. А здесь это как бы скрыто от глаз посторонних. Но при этом много света сюда проходит. Ну вот это панорамное окно, оно у нас получилось. Я сценарий вот рассматриваю, что гости подъехали, да, и прям сразу прошли в барбекю-зону, да, и на кухню. То есть они вообще сюда могут даже не заходить. Да. Летний вариант, зимний вариант. Да, класс. Так, ну все, заходим. Откроете. Мой палец пока нет. Ненастроенный. Так, друзья, вот собственно главный вход. И то, что мы с тобой обсуждали, что тебя в принципе не видно. Вот чуть-чуть вот отсюда можно здесь и ракурс показать. Чуть-чуть отсюда как бы видно улицу. Но самое главное, не видно всего, что происходит в доме. Да, все, что здесь происходит. Даже если видно и прихожая, то основная зона гостиной, кухни, она все равно у нас за углом. Класс. Мне очень нравится входная дверь, такая высокая. Да, вот здесь видно, что вот эти стойки, они тоже в стекле изнутри. Соответственно, непонятно, что они. Какое-то инородное тело, потому что окна у нас алюминиевые. Да, 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 да. Тут вдруг оно из стеклян. Класс. Так, у нас при входе получается такая панелька, да, очень компактная для управления. Это свет, отопление. Здесь же, наверное, да, и кнопка выключить все, когда уходишь. Тут вообще все сценарии, которые относятся к этому помещению. Очень удобно, что небольшой монитор, потому что вот эти вот огромные iPad, да, они, конечно... И оно очень гармонично смотрится с выключателями, с розетками. Это все одна серия, да, я так понимаю, да? Ну, во всяком случае, по форме, по цвету все гармонично. И это еще, ребят, посмотрите, все врезано в камень. Да, то есть очень сложно же было вообще сюда поставить розетки и еще воткнуть панель. Все подпилено, класс. Так, и у нас внутрипольные конвекторы, которые отсекают. Вообще, на самом деле, в доме очень тепло. Часто пишут, что с такими, как окнами прогреть дом. Пол, вообще, мне кажется, это опасения надуманные, правильно? Абсолютно. Тем более, что мы всегда учитываем и теплый пол, как источник тепла. У нас некоторые заказчики даже не включают, в принципе, конвекторы. Говорят, что им теплого пола хватает. Ну, а если там уже минус 20, нам на помощь приходят конвекторы без вентиляторов. Но иногда, по расчету наших инженеров, вешаем еще и на стену. Радиатор не отечественный, да, я так понимаю? Нет, но он вот очень... Ты не знаешь этот мем-то, нет? Нет. Не следишь за этой историей? Нет, конечно. Никита, радиатор, предлагаю. Я не могу тебе не показать. Это отечественный радиатор. Во всем. Материал, из которого он отечественный. Краска отечественная. Люди, которые вы делали, отечественные. Я. Отечественный. Вы. Отечественная компания. Отечественная. Словом, не замерзнете. Слово не замерзнет. Слово не замерзнет. Ну, это что-то... Закрытая часть шкафов, которая непосредственно напротив входа и такая вот для быстрой повестки, для каких-то там ежедневных нужд, для гостей. Для детей, кстати. Для детей. В одном доме снимали, а там, а куда дети будут вешать? И то, что у нас как бы отвернуто от глаз входящих, это полки для обуви, какие-то шкафы для шарфов, шапок. Там, где всегда может быть бардак какой-то. Слушай, пожалуй, это одна из лучших гардеробных, которые вообще видно. Вот с точки зрения именно того, что как вообще здесь ощущается пространство. А, еще вот этот зенитный фонарь, который у нас естественный свет дает, ребят, посмотрите. Сейчас он немножко припорошился снежком, а так там такая красивая сосна в нем видна. А, ну вот отсюда видно ее, да? Это, которая прямо вот перед домом стоит. И самое главное, у нас не пропадает полезная площадь, потому что окно уже занимает какую-то повесточную историю, а тут у нас все максимально использовано. А, это еще и шкафы тоже, да? Да, да. Шкафчики. Коряжка. Элемент декора? Это лавочка, вот, да. Прямо лавочка. А кому не нравится, вот можно на такой пуфик на мягке сесть. Такой арт-объект тоже, поскольку все-таки эта зона видна от входа. Здесь вот сделали такой сет из коряк. У нас есть лесник, который в лесу там эти дрова собирает, сушит, красит. Но это еще коряк такую найти и надо. Да, получились такие лавочки. Слушай, в минимализме, когда разбавляешь такими естественными вещами, мне кажется, прям очень здорово. получается, потому что иначе слишком строго. Это вот в порог нашему дикому камню, вот какая такая лесная тема, она здесь очень придает уюта, говорит. Есть же вот этот японский стиль ваби-саби, они вот любят все такое вот, когда изящество внутри самой вещи, да, как бы находится. Так, то есть отсюда мы можем раздеться, либо вернуться назад сюда. Либо пойти в гостевой санузел. То есть у нас здесь, на всякий случай, для ключей, для сумок, для зонтиков и всего остального, какие-то смешные статуэточки. Ой, она снимается в ляпках. Да, коллекция называется Лего. Ага. Они все разбираются. Лего-человечки. Ага, понятно. Такая бутылочка. Можно именно... Лего для взрослых получается. Да, менять им прически, если захочется. Так, вот эта большая коряжка уже теперь. Ну, теперь я попробую присесть. Ну, что, удобно. Очень много, кстати, мест, куда все можно положить. Конечно, зажжем. Так все аккуратно и минималистично, тоненько, с подсветочкой еще. Это что ты делаешь? Это, мне кажется, что-то зажгла. Я, честно говоря, не знала, что он здесь... Александр зажигает. Что он тут зажигает. Ага, класс. То есть ты что-то положил, и он зажегся. Ну, походу, да. Ну, или ты придумал сейчас такой формат, который не был задуман. Мэджик. Так, это арт-объект, я так понимаю, да? Да, такая идея пришла неожиданно. Можно было сюда какую-то картину повесить, как у нас было по проекту. Стали искать картину, либо очень маленькая, или большая, нужно долго ждать на заказ, и очень дорого. В общем, мне пришла идея сделать какую-то свою всю эту картину, составив композицию из разной глубины холстов. Ага. И потом я думала их раскрасить разными цветами, и будет такая картина. А потом решила оставить серенькими. Да, мы их повесили, они так сюда идеально подошли по цвету, и я решила, что нужно, в принципе, запустить их производство. И каждый, кто покупает, может раскрасить ее по поводу. Да. Слушай, а это очень прям перекликается с твоей архитектурой. Да, такая архитектурная. У тебя вообще талант совмещать такие параллепипеды, да? Ну, не только. И наполнять их красотой и смыслом. Смыслом. Так, здесь у нас получается гостевой санузел, зеркальная дверь. Здесь у нас каменная тема продолжается. А, да. Ну, такого, на принципе. Еще и раковины из камня. Да, минималистичные, но тут все необходимое есть. Система хранения, унитаз, гигиенический душ. Слушай, вот это практичная история, ну, в плане того, что смеситель встроенный в зеркало. Ну, конечно, практичная, почему нет? Типа надо вытирать там, постоянно брызгаться будет. Ну, смотри, как умываться. Так-то, в принципе, и настольный тоже можно забрызгать, если тут плескаться. Да, да. А так, ну, ты вот трогаешь эту штуку дальше, помыл руки. Вот, все, вытер. Там полотенца нет. Ну, это как обычно в новых домах, нормально. Это вот приедут, завезут уже полотенце. Здесь положат, потом в корзиночку такие скрученные штучки. Да, 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 черного цвета. Так, вот сюда. Сюда пойдет очень хорошо туалетная бумага черная. Черная. Я в один из домов тоже там было все черное и приехал, купил специальную собственнику туалетную бумагу, повесил, все красиво. Ну, в ролике сказал, что это так, типа, задумано. Смотрите, какое внимание где-то. Мы у себя в офисе, у нас черный туалет тоже сначала покупали, потом поняли, что полторы тысячи за рулон. Ого. Это перебор. Я не знаю, насколько наши покупали там. Так. Так. Здесь у нас... Как нам туда заглянуть? Здесь у нас проход... А, вот здесь, может быть, надо разобрать. Слушайте, ну, ребят, у нас съемки, да, поэтому где-то все равно вещи надо складывать. Здесь техническое помещение, поэтому, в принципе, оно здесь, ну, понятно будет. Вообще, это постирочная. Постирочная, да. Это такой буфер между зоной персонала и зоной дома, потому что иногда нужно что-то состирать, посушить и хозяйки дома. Соответственно, вот эта комната, где все это можно сделать. Тут тоже панорамное окно. О, классно. Соответственно, дневной свет и максимум полезной площади. Вообще, гладить здесь будет приятно. Да, у нас тут и кондиционер есть. И вот эта дверь, она, соответственно, отделяет это помещение от зоны персонала. Ну, и персонал может также сюда прийти и, не заходя в дом, здесь делать свои дела. А тут эти, этот, слаботочные всякие электрические шкафы, да? Да, это у нас зона со всеми щитами. О, ребят, вот она. Вот она автоматизация во всей своей красе. У нас есть еще отдельная серверная, а здесь у нас вот такая вот щитовая, так скажем. Да, да, да. И дальше проход в комнату персонала со своим санузломом, кухонькой. Супер. Ну, мы туда не пойдем, там, в принципе, все понятно. Да. Так, я смотрю, ты уже установила сушильный шкаф АСКО. О, новенький. Да, супер полезная вещь. Это очень важная штука на самом деле, потому что вот эти сушилки, которые барабанные, они, естественно, предназначены для, скажем так, неделикатной, да, сушки. Вот, а сюда все вот самое такое тонкое и деликатное можно повесить, посушить, и оно прям даже потом гладить не нужно. Так, еще раковина здесь. О, удобная. Так, и полочки здесь что-то можно тоже раскладывать, сушить. Да, это кашемировые всякие вещи, которые нельзя сушить ни тут, ни в барабанной сушке, их надо раскладывать. А, понятно. Это специальное место, да. Класс. На самом деле, постирочное тоже надо уметь продумать. Ну и сюда, получается, стиральная-сушильная машина встает, да? Да, поскольку у каждого свои предпочтения по марке. Мы решили оставить это на усмотрение хозяев. Понятно. Ну, а дальше все это подключается туда. Класс. Так, друзья, двигаемся дальше. А, вот я хотел обратить внимание, здесь, я так понимаю, специально сделали такую нишу внизу, да? Еще и зеркалом. Ну, это не то, чтобы ниша специальная, да, это есть композиция определенная, есть ступенька, на которой как бы вот лежит эта стена с подсветкой, а внизу зеркало. Зеркало, оно отражает, и такое ощущение, что там, в принципе, оно висит просто. Да. А, еще, слушай, обретал внимание, что подсветочка идет вот так как-то. Ну, она вот так, вот, да, идет. У нас вот светильнички как раз в таком хаотичном ритме, и у нас подсветка также. Еще естественный свет через окна там проходит. Вообще лестница классная. Ну, вообще очень важно заходить на свет, поэтому вот эта лестница на фоне окна, она дает и свет, и многоплановость, и парадность. Гальтованный мрамор, вот эта галька получается из мрамора. Так, и это светильнички, очень похожие на те, но тут другие немножко набалдашные. Ну, они из той же серии, но немного отличаются. А тут попытка как-то сделать аллюзию на арматуру торчащую? Ну, это вот скорее на бамбук похожий, или на камыш какой-то такой обратный. У меня сразу ассоциация с арматурой. Ну, видишь, как каждый может додумать, что ему ближе. Ну, в принципе, это место для некого арт-объекта. И еще есть такая особенность, что двухмаршевые лестницы, они не позволяют нам свесить какую-то нарядную люстру в центре. Поэтому нам нужно что-то с пола парадное. А как можно использовать пространство под лестницей? Там достаточно много. Можно санки там хранить. Чемоданы, да? Ну, его не надо никак использовать, потому что лестница у нас такая полупрозрачная, летящая. Ну, используется как воздух. Мне кажется, очень крутое место для детей. То есть свой закуточек, много света и на виду, и в своем мерке. Ну, теоретически можно накидать там подушек и что-то укромное делать. А какая здесь высота потолков? Здесь у нас есть две разные высоты. Даже, я бы сказала, три за счет того, что у нас ступеньки. Здесь у нас три тридцать, четыре двадцать. Четыре двадцать. И там у нас, соответственно, четыре и пять. Класс. Так, ну что, мы попадаем практически в самое главное пространство первого этажа. Да. А разключим весь свет. Ну, тут есть три сценария. Средний, темный и вот этот хороший. Ну, на самом деле, на мой взгляд, кухня – это же всегда такое сердце дома. И мне хотелось здесь сделать такую вот кухню, столовую, гостиную. Место, где не будет так явно выраженной кухонной истории, чтобы это была часть общей зоны. Такая нарядная, уютная. Здесь есть камин, он такой центральный со всех сторон. Его видно и от кухни, и из гостиной. Просто вот костер вот по центру комнаты, да? Да, да. Ну, как ядро дома. А, подожди, у него есть какая-то решеточка, да? Надо пускать? Да, это сетка. А, ничего себе. Слушай, я первый раз вижу. Я обычно же делаю это из стекла, а тут сеточка, чтобы не летели, если вдруг будут дострелять. Ну, во-первых, чтобы не летели. Во-вторых, стекло нужно все время мыть, хотя это тоже красиво. Кстати, да, очень практично получается. Тоже воздушная такая история. А у него есть подвод в воздух? Обязательно. Ребята, обязательно помните о том, что в современных домах должен быть камин с внешним притоком воздуха. Тут есть вот какой-то такой рычажочек снизу. А, ага. Вот его, если выключить, дым сразу пойдет у нас в комнату. А, то есть это еще дополнительно вентилятор, что ли, да? Да, и вот там тоже есть заслонка, которая у нас тягу усиливает. Супер. Ну, и у нас это пространство, оно работает вместе с барбекю-зоной. Да, у нас есть окно отъезжающее, можно сразу выйти, что-то вынести, еду какую-то. Да, да. И, в принципе, летом даже открывать эти окна, и такая одна зона получается. Ну, какая классная, шикарная прям, я бы даже сказал, столовая зона, когда ты в углу, весь твой участок лесной здесь. Ну, и, кстати, квадратная форма стола очень удобная, потому что люди как бы видят друг друга. Да, им нужно вот какое-то место для своих тарелок, а по центру можно еще что-то расположить. Да. В отличие от круглого, где тебе нужен тогда очень большой радиус, но и не всегда удобно сидеть. Ты сидишь как за обычным столом здесь, прикольно. У тебя есть стулья и кресла здесь. Да, мы решили здесь сделать такую вот композицию стульев. Есть стулья с подлокотниками, есть без подлокотников. Во-первых, так как все любят по-разному, мы решили сделать на любой вкус. Так, теперь про кухню расскажи. Ну, у нас тут две кухни. Одна белая, другая черная или техническая. Ой, подожди, а это, получается, у нас зеркало. Да, это зеркало. А я не понял, потому что реально вот ты смотришь, и как будто бы вот этот участок, продолжается туда. Очень классный эффект. Ну, во-первых, дополнительный свет, который отражается, он опять же попадает в комнату, и за счет того, что у нас глубокий навес, у нас дополнительное окно появляется. А во-вторых, если смотреть оттуда, это добавляет симметричности нашей кухонной композиции. Вот это белая кухня, здесь есть все для полноценной готовки, все приборы, ящики. Можно позаряжать телефончик вот так вот. Да, вытяжка встроенная в плиту, вот что-то из нее там дует. Вай-фай. Для чего нужен вай-фай? Варочные панели. Рецепты загружать свои. Рецепты загружать прямо сюда, в эту варочную панель? Ну, там борщ варишь, чик-чик, она через 10 минут сама выключилась или сделала меньше. То есть ты по телефону там типа говоришь, варю борщ, 5 литров там, да? Или яйца, чтобы вот это не считать все время, секундомером. Слушай, класс. Варю яйцо, сварил тебе его в смятку. Прикольно. Ну и здесь, соответственно, у нас техническая кухня, на которой можно жарить котлеты пахучие. Рыбу. Рыбу, креветки, и есть доступ с улицы, что удобно, там кладовка для продуктов. И мы тут, кстати, предусмотрели газовую плиту, там газовый баллон можно поставить, потому что на огне, да, конечно, другая. Ага, я согласен. То есть вы ее, ну, к газовому мистературу не подключаете просто на баллон? Ну, у нас же запрещено по закону прятать газовую трубу, то есть нам бы пришлось по фасаду ее тянуть. А, ну понятно, да, я все испортила. Да, да, а так, ну, ставится баллон, который прячется в ящике. Живут в Америке, они делают и газовые камины, и все, что хочешь вообще, там и на улице можешь сделать тебе. А у нас, получается, это отдельные технические условия надо получать. Не получишь ничего. Да, даже не получишь. У меня залетел ролик тоже, который, где я как раз показывал в одном из домов была обычная кухня и техническая. И у людей немножко разрыв шаблона, зачем нужно две кухни в одном месте. Но на самом деле, когда ты делаешь такую минималистичную кухню в интерьере, вот такая кухня просто необходима. Ну, конечно, естественно. Именно вот как конкретной готовки, кто любит что-то такое ядреное сварить или пожарить. Даже если не варить ядреное. Вот сейчас ты поставишь сюда мультиварку, соковыжималку, мясорубку. Либо ее нужно каждый раз вынимать и потом убирать. А здесь оно все может стоять постоянно. Да, и не портить вид. Еще с отдельным входом, вот мы которые видели. Отсюда же занос продуктов прямо на кухню через эту кухню. Так как дверь стеклянная, получается, у нас есть естественный свет. У тебя здесь холодильников дополнительных нет, то есть только те, которые... Ну, вот там вот в этой кладовочке. А, в кладовке можно поставить. Можно морозилку. Так, ладно, что за кухня-то расскажи. Ой, с кухней, да, вообще была интересная история. Должна была быть итальянская кухня, но так как... Да, сложности. Был март, да, 2002-го. Я решила проэкспериментировать и заказала российскую кухню. Отечественную. Отечественную, Джулия Новорс. И, в общем, я могу сказать, что она просто меня поразила. У меня сейчас дома сематик. И он у меня уже не так хорошо закрывается спустя год. А здесь прямо все очень продуманно. Без единого сучка и задоринки. Так, здесь у нас получается холодильник. Морозилка сайд-бай-сайд. Ну и расстояние достаточное для того, чтобы открыть двери. Все супер. Так, ну и это у нас получается микроволновая печь, да, и духовка. Да. Фирмы Nef. Так, а ну здесь просто различные полочки для хранения. Да. Ящички. Ну тоже очень важно же наполнение. Куча всего. И удобная фурнитура, которая вот так все заезжает. Класс. Это японский кран, у которого сразу встроено для фильтра. Краник отдельно. Не нужно два носа делать. И вот такой очень стильный дизайн у него. Ну и вот это, конечно, вещь. Да, да, да. Вы сейчас популярная история везде. Но я хочу себе в квартиру сделал три в одном, чтобы еще и кипяток подавал. Тоже хороший кран. Большие ведра. Это тоже удобно. Актуальная вещь. Для загорода это самое то вот. Одно наполнилось, вытащил, ты уже во второе можешь кидать. Супер. Самое главное удобно. Ты вытащил, кинул, закрыл. Не, ну вообще должно быть так, что у тебя мойка, здесь у тебя ведро, а здесь посудомойка. Вот ты скинул, поставил. Ну и вот тот самый треугольник получается. Вот продукты, помыл, поставил, приготовил, сервировал. Да. Так, ну и то есть барная стойка, можно там завтракать. Завтракать, конечно. Или выпить что-нибудь вечером. В этом пространстве ты решила телевизор не вешать, да? Ну я вообще как бы противник телевизоров во всех помещениях. Да, да, да. Есть зона гостиной. Где-то сел на диван, можешь посмотреть телевизор. Ну или в спальне кто-то любит, да, у нас в спальнях есть. Гостиная есть, а на кухне, столовой, телевизора нет. Но мы предусмотрели вот в этом шкафу теоретически выходы. Чтобы туда можно было, если вы здесь какие-то особые фанаты, переформатировать и сделать. А такие есть, между прочим? Ну такие есть. Но все чаще встречаются те, кто не смотрит телевизор. Да. Так, вот здесь как раз очень хорошо видно переход подшивки потолка на веса террасы в интерьер. Да, это даже визуально увеличивает площадь помещения. Потому что ты смотришь потолок вроде бы дальше. Границы нету, да. Ты здесь предусмотрела рулонные шторы такие, да? То есть это все автоматизировано, можно все это закрыть. Хотя из соседей только вот тот дом, который, в принципе, как видно, только технические помещения. Там основных нету, да. Ну и летом здесь так все как-то зарастает, да. Да, да, все будет покрыто в зелень. По свету здесь получается вот этот серый гамм, она разбавлена теплой, это не знаю, латунью, да? Да. Это светильник над столом. И трековые, и встроенные точечные светильники все имеют вот эту латунную основу. Тоже очень прикольно. Ну и вообще дом снаружи он такой достаточно холодный, а внутри он очень теплый. У нас много дерева, здесь такой приятный у нас серый бежевый оттенок. Костерочек, это разжег, и вообще приятно. И очень хорошо сочетается огонь и такой латунный свет. А ты все выставляешь по температуре света, да, то есть одинаковое? Ну, мы используем тип светильников, у которых теплота света всегда одинаковая. А, теплота, ага. 3000 кельнер. А, понятно. Потому что есть 2700, это такой уже очень желтый свет, приближенный к свечному. Есть холодный, при котором люди такие нездоровые, скажем так. Соответственно, настроение сразу портится у людей. А 3000 – это нейтральный свет, который не искажает натуральный цвет всех материалов. И встроенная акустика еще, да? Обязательно, куда же без музыки. То есть ты раз, с телефончиком, и все. Да, прям с телефоном можешь, любую зону. Можно объединять зоны, соответственно, чтобы во всех помещениях одна музыка играла. А, то есть у тебя синхронизировано. Режим вечеринки называется. Ага, класс. Книжные полочки. И уже такой хоум-стейджинг с литературой. Откуда ты берешь книжки? Ну, это целенаправленно. Мы поехали и купили библиотеку такую. А, класс. Ну, это, естественно, не новые книги, они все с историей. Ага. Там каких-то годов. Ну, они очень, мне кажется, такую живость подают. У нас примерно такое же было. У меня мама работала на заводе. Вот, у них расформировали библиотеку. Вот, я говорю, мам, давай все книжки возьмем. И в одном из наших девелоперских проектов мы их использовали. Но поскольку у нас тоже там а-ля, как бы, минимализм, и очень сложно было подобрать именно вот как у тебя, по обложкам одинаково. Все книжки были разные. Мы их обернули в крафтовую бумагу, и, соответственно, все это дали. Ну, там все сочинения Ленина, там такое все, знаешь, из старой заводской библиотеки. Ну, на самом деле, это классный прием, потому что 200 книжек у нас стоило там 20 тысяч рублей. О, вообще, да. Где-то еще такой декор купишь за такие деньги. Да, да, это скорее всего весь дом. Классный лайфхак, между прочим. По цвету, они прям такие вот все нейтральные. Ну, они дают цвета где-то синий, где-то чуть такой таракотовый. Да, это, кстати, у нас шкафы. А, это все еще? А, класс. Здесь у нас есть полочки. То есть библиотека продолжается, продолжается. И тут тоже? А-а-а. Так, ну, нужно сначала открыть эту дверку, потом потом... Я понял, но там что-то такое техническое, мы не будем показывать. Там, возможно, у нас какие-то люки, да. Да. Ну, здесь все то же самое. Ага, супер. Так, мне не терпится пройти в гостиную. О, вот здесь как раз телевизор большой. Да, это зона для того, чтобы здесь отдыхать всей семьей. И, кстати, вот это решение со ступенями многих смущает, что вот, ступенька, там, ходи, там, падать, ноги ломать. У нас оно тут сделано в такой обособленной зоне. Это не там, где ты, например, на входе вошел. Там каждый день на ступень. Да, да, то есть это не проходная зона. Просто либо ты пришел уже и здесь находишься, да, либо ты вышел и все. Ну, поэтому они здесь добавляют еще дополнительную архитектуру. Таким образом у нас этот деревянный прямоугольник повис в воздухе и добавилась еще архитектура. Да, такой кубик. Класс. Так, ну, это опять же натуральный камень. Да, конечно, отделка стены снаружи переходит внутрь. И этот же колорит, который хотелось добавить сюда, в наш минималистичный такой интерьер, хотелось добавить какой-то этой дикости такой. А есть ли какие-то решения в доме, о которых ты сожалеешь? Например, было очень сложно делать эту стену, и в следующий раз ты больше никогда этого делать не будешь? Или что-то еще такое? И это супер, я в своем следующем доме прям уже такую же сделала. Ну, другого цвета, но это прям моя любовь. Это же каждый камушек надо к камушку подобрать, это все разместить, еще прикрепить хорошо, чтобы оно не упало. Есть у нас умельцы. Ну, так же, как говорят, вот панели цельные, 4,5 метра, ну, невозможно сделать, шпон невозможно набрать и склеить. Ну, вот. То есть цельные панели 4,5 метра на МДФ, да? Да, это шпонированный МДФ, естественно, шпон сращивается, склеивается. Но, тем не менее, никаких стыков у нас нет, не видно. Ага, ну, я увидел, да. Вот ты мне сказал, что он сращивается, склеивается. Ну, это тут специально надо посмотреть и его найти. И так сделано, что вообще нельзя меньше. Ну, у многих людей, которые строят все дома, пугают, вот. Ой, это такое сложное решение, как же его сделать? Да какая вам разница? Придет мастер и сделает. Ну, да. Ты будешь жить красиво. Все. Ну, понятно, что что-то эффектное большое, ну, естественно, будет дороже. Ну, дороже, дольше. Просто найти и хороших мастеров, которые имели уже такой опыт. Ну, и, соответственно, МДФ должен быть толстый. Так, диван. Диван, миноти. Миноти, прекрасно. Хороший, удобный, в уличной ткани, как у меня дома сейчас. Как у меня операторы говорят, чтобы говорить удобно, надо проверить, попробовать. Давай. Вот я. Ой. Не, ну, правда удобный. Ну, вот несмотря на то, что он почти белый, как может показаться, хотя... Не, он очень практичный. Ну, ткань неубиваемая еще. А снимается подушки? Ну, чехлы снимаются, да. Чехлы, да, вот эти можно постирать. Да, уличная просто ткань она как бы. А, понятно. Так, ну, у нас есть, получается, диван. Еще зона кресел таких, которые можно развернуть и смотреть на участок, например. Да, без проблем. Это какой-то тоже элемент. О, а это металлическое. Нет, это керамика. Это вообще-то арт-объект. Класс. Я положу на место. Главное, ничего не испортить. Так, тумбочка прикольная, столики. Это вот наши авторские тумбы. Я же запустила сейчас свою линейку. В смысле, ты спроектировала? Да. И будешь это еще и производить на продаже, да? Да. Ну, у нас просто накопилось такое количество всяких интересных индивидуальных изделий, решений. То есть вы для каких-то объектов делали свои проекты мебели, да? И дальше как бы из них сделали уже типовые. Да. Но вы их на заказ делаете или производите как бы в склад? На заказ, потому что у них очень много типа размеров, все же интерьеры разные. Кому-то там два метра надо, кому-то четыре. Соответственно, под каждый проект мы можем делать любую отделку, любую размерную линейку и материалы. И сразу как бы с элементами подключения, да, к телевизору. Да, саундбар. Все скрыто. Супер. А, и вот эта тоже твоя, да? Да. Такая лаконичная. Ну, как бы есть базовая одежда, а есть базовые элементы. Потому что вот эти все консоли прелесть, их не так много, а у нас такое все нейтральное. Ну, и когда ты можешь действительно ее собрать в разных цветах, и это все в России, я так понимаю, да, произошло? Ну, конечно, да. Ну, там у нас есть еще часть дома, которая относится к такой общественной. Это кабинет и зона спа. Так, начнем с кабинета. Мы уже пытались сюда ворваться снаружи. Нет, ну, конечно, завораживающая высота потолков, но, мне кажется, работать здесь будет просто огромное удовольствие. При том, что площадь небольшая, 16 метров, вообще, это маленькая комната для современных домов. Ну, за счет вот этой вот 4,5 метровой высоты. Думаешь, вроде бы, как бы наоборот, будет слишком высокий потолок для такого небольшого помещения, но вот когда такое окно, ты этого не ощущаешь, потому что у тебя, в принципе, этим пространством оно не ограничивается. Да. О, любимая тема, это как раз интегрированные решетки. То есть, берется такой же материал, да? И из него делается решетка. На самом деле, очень здорово, и положена она вдоль. Сильно так не выбивается, как если бы вот эти поперечные решетки. Да, я тоже люблю больше продольные. Потому что без конвекторов-то не обойтись сейчас, да? Ну, нет, конечно, окно-то какое большое, немножко даже. Ну, кстати, оно не холодное. Не, ну, оно, во-первых, толстое, пластиковые дистанционные рамки, двухкамерный стеклопакет. Кстати, что удивительно, такую высоту. Очень круто. И выводы там под телевизор. Ну, здесь, скорее всего, кто-то поставит себе стол. Так, как он хочет. Вот так, да. Ну, здесь есть розетки. Тут либо так, либо так. Может, кто-то в окно захочет смотреть, а может, на телевизор, мы же этого пока не знаем. В кабинете столько всяких разных заморочек бывает у людей. Это точно. Ну, и тут вопрос, будет он принимать гостей, не будет он принимать. А может, здесь вообще кровать поставят? Конечно, и сделают еще одну спальню. Да. Так, у нас очень много зеркал, поэтому у нас, наша съемочная команда будет еще и героями нашими сегодня. Здесь у нас небольшая зона отдыха при сауне, есть душ, такая кресельная группа, посидеть, чьем попить. Это уличная мебель, да? Ну, конечно, да. Атмосфера, по-моему, итальянская. Да, да, да. Ну, в сауне, конечно, уличная нужна, да. А, ну, и, собственно, тот же самый Милбург еще на полу. Очень практично. То есть, ты весь мокрый, то есть, можно проливать, что хочешь делать, то ничего не произойдет. У тебя же, в принципе, получился дом не очень большой, 620 квадратных метров, да, официальная площадь. Но при этом тебе удалось разместить и комнату для персонала, и сауну, и сколько, 4 спальни у тебя, да, получается? Да, и кабинет еще. И кабинет еще, и гостиная. Вообще класс. Очень получилось здорово. Так, ну, собственно, душ. Ну, понятно, что сауна для такого дома, она не очень большая, но, тем не менее, вполне вместительная. Ну, заходите. Ну, что, можно лечь в двоярусах. И такая очень компактная, наверное, достаточно мощная печка. Да. А, я понял, вот этот пультик-то. Да? В чем подсвечивает? Ну, сауну, наверное, включает. Во, ребят, оказывается так. У меня своя подсветка есть. Так, поменьше. А, во, она деммируется еще. Прикольно. Хорошо, что без РГБ этой хромотерапии. Я тут недавно пост написал про то, как в маркетинге пытаются везде вставить обычные РГБ-светильники, называют это хромотерапией. Да, да. В этих ваннах и так далее. Так, ну, подожди, мы здесь снимали, пока уже не было света, но здесь же все это включается, да? Да. Так, это точная подсветка. И люстра. О, сейчас с плавным розжигом, или как это называется, да? Класс. А что за светильник вот этот? Это флосс. Флосс? Итальянский тоже, да? Да. Очень красиво. Такой рассеянный свет, он еще от потолка отражается и так мягко падает. И у них, самое главное, спрятан провод, который подключает этот светильник. Потому что это беда вообще всех вот этих люстр, где красивые эти тросики, да? И потом еще провод отдельно висит. Ну вот, как у нас на кухне. Ну, например, да. Не, ну ладно, он здесь идет параллельно, а то бывает еще как бы он еще отдельно. Так, это, собственно, у нас айпад, да? Который раз на айпорте и снимается. Можно всем управлять тоже. Да, всем домом. Можно убрать в тумбочку, если не нравится, чтобы он такой большой настигдет в тебе сел. Ну, на самом деле, мне кажется, это нормально. Но говорят, что все равно, Аля, нужна сонарная панель, потому что когда его забирают, его потом на место не кладут. У нас же в каждой комнате есть свои. Но, с другой стороны, да, вот с такими экранчиками многофункциональными уже этот принцип можно и не использовать. Так, то есть умный свет, подержали и все выключили. Класс. Так, двигаемся дальше. У нас еще, по-моему, одно помещение здесь осталось. Да, куда же без гостевой спальни. Да, обязательно, на первом этаже. И в нее ведет эта зеркальная дверь. За зеркалью, можно сказать. Гостевая спальня. Тоже с высоченными потолками. Да, тут есть шкаф. И шкаф прям в высоту с дверцы. Обалдеть. Да. Четыре метра с лишним даже. Да. На самом деле нужны очень хорошие мебельщики, которые такое сделают и в такую высоту, чтобы это все ровненько было. Ну, они выглядят как панели. Да, да, даже и не подозревал, что здесь может быть шкаф в такую высоту. Очень прикольные светильники. Это как будто такой вьетнамский фермер здесь. Круглые тумбочки. Я на одном из объектов выучил. Это пьянка. Да. Забавное название. Очень такие. Кровать тоже, да, от них? Кровать банальна у нас. А, банальна. Ага. Так, ну здесь на стенах это что-то типа... Это бесшонные тканевые обои такие. О, очень приятно. Да. Уютненькая, нейтральненькая. Обычно на первом этаже живет либо бабушка, либо... Бабушка с дедушкой. Да. Поэтому здесь все такое мягкое. Спокойно. Как ты выбираешь такие вот картины? Душой, сердцем, глазами. Не, ну есть же вот сочетание, да, вот такие лампы с... Какой-то цаплей, да? Да. Ну да, как будто мы где-то там на берегу. Японское море. Так, ну и, конечно же, впечатляющее тоже гигантское окно. Но здесь оно уже не открывается. Просто сплошное. Да, у нас приточка во всех комнатах. А, приточка натяжная вентиляция. Да, свежий воздух. И канальное кондиционирование. Да, решили, что в гостевой комнате. Выходить никто не будет туда, на задний двор. И плотные-плотные шторы. Обязательно блок-аут, потому что спать нужно в темноте, чтобы мелатонин вырабатывался. Да, все правильно. Все правильно. Александра, кстати, противник тюлей, поэтому нигде в ее проектах как бы вы тюль не увидите. Да, это... Лучше сразу расстрелять меня. Так, или свой санузел, да, у этой спальни? Ну, у всех спален, честно говоря, должен быть санузел. Это обязательно. Здесь какое-то буйство цветов. И зеленый, и ржавый, да? Здесь все металлы собрали. Ага. И такая патина, и ржавчина. Типа картена, да? Такого. То есть это керамогранит все? Разный просто зелененький? Да, и из этого же керамогранита у нас и тумбочка. Вау. Делан на этом же керамогранитом и раков, но все сделано под заказ. Супер. Так, ну что, у нас лестница на второй этаж. Получается, что можно прямо и отсюда заходить. Да. И отсюда. Конечно, это чтобы удобнее было. И для контраста еще одна отдельная ступенька выделена. Да, в таком же камне, как наша барная стойка. То есть у нас всегда есть какая-то перекличка материалов. Класс. Так, светлая лестница. Много света. Стеклянные ограждения из триплексов. Скажи, насколько надежно стеклянное ограждение? Очень надежно. У нас тут одно стекло во время стройки разбили. Оно, соответственно, превратилось в сеточку. Мы его заменили. Никого не убило. Ребята, на самом деле, вот тоже пишите постоянно. О, это непрактично, это неудобно. Зато, как здорово смотрится, когда у тебя не сплошные ограждения, а такие воздушные стеклянные. На самом деле, держаться за него можно, потому что у него не острые края. И это триплекс. То есть это два стекла, внутри еще такая пленка. И даже если это все разобьется, это не разлетится на какие-то мелкие куски. Я еще попробую разбить такое. Подсветка такая, да, у лестницы. Да, мы интегрируем маленькие вот такие светильнички прямо в кориан. Вот они так деликатно светят. А кориан практичный вообще с точки зрения? Это вообще самый практичный материал для лестницы, который существует. Во-первых, потому что он не холодный, он не скользкий. И в-третьих, он очень легко реставрируется. Если даже появятся какие-то царапины со временем, протертости, то приходит человек за два часа шип-шип-шип-шип. Ну, он как-то этим феном, да, или чем-то горячим, да? Да, такой, такой машинкой, да. Так, ну и мы попадаем на второй этаж с каким-то очень интересным потолком. Да, этот потолок тоже здесь неспроста. У нас здесь расположены блоки кондиционирования, которые не поместились в другие технические зоны. И к ним, соответственно, нужны люки доступа. Когда люки доступа появляются в парадных помещениях... Да, и когда у тебя просто белый потолок, и в нем... Лючок. Мало того, что он там не в кассу, но самое главное, что когда его начинаешь эксплуатировать, эти лючки превращаются не пойми что. Мы сделали потолок из МДФа. Он такой вот сложный в геометрии, потому что люки были хаотично разбросаны. Ну, мы все это завязали со светильниками линейными, с скрытками. А, то есть тут еще какая-то подсветка есть, да, получается? Нет, ну это, наверное, нам нужно тот выключатель включать. Да, точно. Ребята, ну давайте включайте уже на все. Вот, все. Тут загорелось. Да, и даже вот интегрировалась скрытая вентиляционная решетка InvisiLine, которая здесь тоже является частью совершенно незаметной общей композиции. Класс. А какой из лючков-то доступ? Догадайтесь. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях. Где-то здесь вот есть несколько. Вот этот, скорее всего, для фильтра. Ну, в общем, где-то они здесь есть. Я, честно говоря, сама уже не помню. У нас есть еще на этом этаже здесь вот такой шкаф, чтобы можно было поставить там чайничек, чашечки, и не спускаться вниз. А что-то на розетке есть? Ну, там розетки есть, да. Ну, то есть, чтобы не бегать на кухне, захотел чайку попить. Да, супер. Кофе можно в машину тоже поставить. Да, аптечка опять же. О, точно. Сразу интересная какая-то тоже еще одна корешка. Да, это все тот же дровосед. Да, такая рука. Так, ты мне сделай, пожалуйста, фотографию, потому что я наблюдаю за твоим инстаграмом. Там постоянно много красивых фотографий. А у меня все одни видео-видео. Сделай мне одну фотку какую-нибудь. Красивая. Давай, я вот так сделаю. Типа ручка такая. Ладно, потом. Ну, посмотри. Посмотрим, что там. Ну, класс. Супер. Так, ну, пойдем начнем по порядку. Да, здесь у нас три спальни. Полноценные отдельные блоки. У каждой спальни есть своя гардеробная и ванная комната. Так, включаем свет. Сьют. Так, здесь получается гардеробная за скрытой дверью, pocket door. Да. Она же является еще и зеркалом. И очень, кстати, вместительная. Небольшая по площади. Уже с кучей всяких. Ой, мне нравится вот такая вот отделка под тканью. Тоже практично. И отлично смотрится. Это все индивидуальное производство наше столярное. Ничуть не хуже итальянское. Абсолютно точно. Ну, главное, фурнитуру хорошую. И подсветка, которая не слепит глаза. Да, да, правильно. Так, это получается одна из возможных детских спален. Да, мы стараемся делать такие нейтральные комнаты. Мало ли какого возраста ребенок может быть. В принципе, вообще они растут. Да, сегодня ему пять, завтра ему уже десять. И там стены с мишками уже не актуальны. Поэтому мы делаем такую нейтральную оболочку. Сюда можно что-то добавлять. Там, где игрушек, книжек, яркий плед. И вот уже веселье. А тут ребенку еще и повезет, потому что у него свой балкон. Да, тоже откатное окно. Терраса, терраса. Там можно посидеть на солнышке. Ну, соответственно, здесь вообще можно было бы, наверное, на всю площадь сделать. Но это бессмысленно. Да, я подумала, что трех метров вполне достаточно. Да, ну и плюс это вылазить будет уже на фасад и уже будет. Тоже некрасиво. Там, кстати, есть в этом ограждении такая калиточка, чтобы можно было выйти, крышу почистить. А, мы выйти можем. Кстати, тоже недавно разместил, что про эксплуатируемую крышу. Почему-то у всех мнение о том, что эксплуатируемую крышу, и в принципе просто крышу плоские. Нужно чистить снег. Давай вот сейчас развеем этот миф раз и навсегда. Да, вот зима, февраль. Лежит куча снега. Никто ничего не чистил. Никто не чистит. Это вот в окно он, соответственно, не заваливается, не затапливает ничего. До потолка сугроб не вырастает. Солнышко пригреет, все это уйдет в наши сливные воронки и будет сухо, чисто. Говорят, что типа, о, там надо его подогревать, чтобы он таял. Там, на самом деле, только воронки надо подогревать, чтобы они не замерзали. И здесь тоже откатная дверь, вот эта большая, да? Вот эта. А, вот эта. Ну, чтобы не за столом. Так, ну, всякие такие элементики. Этот включается. А, он на батарейку, что ли? Да, включался. Включался? Ну, надо зарядить его просто. Это можно как ночник использовать, чтобы он раз пошел. И здесь еще санузел. Да, санузел. Ну, мы стараемся все санузлы делать с окнами, чтобы был естественный свет. Здесь куча всяких удобностей хранения. А, и тут тоже все. Да, это все открывается. Можно проставить все баночки. Ну, также есть тумба. Душ, унитаз, биде, раковина. Да, стандартный набор. Так, это была спальня номер раз. Тут у нас, кстати, небольшая такая комната. А, это еще одна техническая такая, да? А, вот еще шкафы. Она серверная, она же бельевая. Шкафы, шкафы продолжаются, продолжаются. Да, здесь их еще комнатные. Видите, для комфорта, для того, чтобы все выключалось из телефона, из панельки, вот что нужно делать. Это еще помимо серверной. Нет, ну, такое помещение тоже на втором этаже очень важно. Как раз, чтобы с пылесосом тот же не таскать там снизу. И холл какой классный, потому что он как раз с большим окном. Это вот то самое парадное окно, которое у нас на парадном фасаде, на переднем. Так, и это еще одна у нас спальня. Так, здесь у нас гардеробная, чуть побольше. Да. Кстати, не прямо сильно больше, но да, тоже вместительная. Это нейтральная комната, непонятного пока назначения. То есть ты пока ее решил не обставлять? Ну, может быть, будет младенец, а может быть, будет вторая мастер-спальня. Ну да, да. Потому что некоторые люди хотят две раздельные мастер-спальни. Да, 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 это тоже востребованное. Поэтому мы решили пока оставить это как поле для деятельности. Ну, здесь есть санузел, тоже полноценный, уже с ванной, с окошком. А, здесь и ванна, и душ. И ванна, и душ. Ну, опять же, все, что нужно. Для мальчиков, для девочек, для младенцев, для бабушек. Классно, вот везде зеркала, когда еще в нужных местах сидишь, и вот у тебя пространства гораздо больше. Ну, уже есть с кем поговорить. Всегда приятно поговорить с умным человеком. Ну, к тому же это стандартный наш архитектурный такой прием. Продолжение объемов. Да, супер. И здесь тоже откатное окно. Да. Но это уже скорее просто французский балкон с ограждением просто из стекла. Но все три спальни у нас выходят на задний двор, на участок, на деревья. Супер. Ну, и то, что свойственно минимализму, это у нас получается отсутствие плентусов. Теневые швы, да, это как? Всякие подсечки, отсечки. Ну, вот по потолку это на самом деле подсветка, потому что важно, чтобы в каждом помещении были разные сценарии. И очень многие люди пользуются только за карнизной подсветкой и не включают верхние точки. Ага. Ну, для вечера это идеально. Ну, это вот вечерний сценарий, да. Такой мягкий, спокойный свет. Так, и осталось у нас последнее помещение мастер спальни. Да, самое главное. Ребята, вы не стесняйтесь, не стесняйтесь, проходите. Так, ну что, с нее и начнем, да? Да, здесь у нас... Ой, какой классный просто с огромным окном. И с круговым обходом, что тоже не важно. Сейчас мы вам покажем, что такой круговой обход. Я такой только в одном пока доме видел. Он был почти в четыре раза больше, а здесь такое удалось сделать на относительно небольшой площади. Так, ну у нас, собственно, большая кровать. Сколько, метр восемьдесят, да? Да. Ага. Изголовье, интересные панели. Так вот... Ой, подсветочка красивая. Такой вечерний ночник. Ага, ага. Да, ну это, собственно, подзарядки. USB, все как надо. Ой, какой прикольный столик. Это тоже наша Федоровая Элемент. Да, ладно. И вот эта тумбочка, консоль, вот эта тумба под телевизором, это все наш дизайн. Как будто эти пробирки такие. Видишь, одна матовая, одна глянцевая. Цвета можно любые делать. Это мы брали рал вот этих обоев и использовали его в столешнице и его производные для ножек. Ага. А такое ощущение, что они как будто висят, потому что, видимо... Ну да. Шарики такие. А это что такое? Это Елена Лу, такая замечательная дизайнер, которая делает из вязаных штук. У нас там вазы внизу стоят, ее тоже еще одно панно в ванной носит. Такой вот оригинальный декор. Слушай, очень здорово. Придает свою какую-то индивидуальность дому. Какая-то ассоциация с мягким пледом, что-то такое домашнее, свитер какой-то. Вот мне все время говорят, что у вас дома неуютные. Вот, собственно, вот такие вещи. Вешаешь, да? И потом еще личные вещи, когда появляются, все это становится гораздо уютнее. Так, а вот ножки тоже. Да, это тоже ваша сеть. Тоже наша консоль, да. Ну или комод, не знаю. Консоль вряд ли назовешь. Тоже по нашему дизайну с круглыми ножками. Такие четыре шара для боулинга положить. Так, ну вот, собственно, у меня постоянно идет спор, как правильно ставить кровать в спальне с панорамным окном. 50 на 50 люди делятся, которые смотрят в окно и которые смотрят на телевизор. Здесь такой, скорее, классический вариант. Ну, по моей классике-то больше как раз те, кто смотрит на телевизор. Ну, окно, в принципе, это видно с любой точки этой комнаты. С кровати тоже. Лежишь, бочок лег, смотришь в окошко. И у тебя же получается там где-то как раз солнышко встает. Да, это как раз такая утренняя. Отлично, сразу в ней не задается. Так, ребят, у нас обувь чистая, поэтому не волнуйтесь. Ковры никак не испортим. Абсолютно новые. Вот только сегодня надел первый раз. Специально для съемок этого дома. Так, ну и место дополнительное перед окном, чтобы прям уже как будто бы оказаться на природе. Полежать, почитать. Ну, или там халатик. Ну, да, после ванной. Так, за этой дверью у нас мастер ванны. Вот, любимая сейчас во всех современных домах. Большая, отдельно стоящая. Ну, небольшая она, стандартных размеров, да, но прям передача. Вот давай, кстати, примерим тебя. Я тут недавно у себя в инстаграме опрос проводил. Да. Вот, ты какого роста? Я метр восемьдесят два. Вот, ну, давай посмотрим, как тебе подойдет. Удобно мне, нет? Метр шестьдесят пять ванна. Ну, так ботинки надо снимать. Обязательно. Так, потому что я в ней тону, у меня ноги не упираются. Вот. Видишь, у тебя почти достали. Ой, вот так раз, когда вода вот это выливается так хорошо. Не, мне прям вообще как раз. То есть под метр восемьдесят пять ванна метр шестьдесят пять в самый раз. Да, в самый раз, да. И вот полностью, полное погружение. Плечи тут у меня широкие. Плаванием сейчас занимаюсь. Ну, тебе подушечку нужно. Да, ну да. И тогда вообще будет удобно. Можно еще и так вот ноги поджать. Короче, нужна какая-то спиночка такая. А у них, кстати, мне кажется, в комплекте есть, нет? Да, наверное. Прикупим. Да. У нас ванна делится тоже на зоны. Это основная часть. Открытая есть. Приватная. Ага. Зона. Санитанзов. Тоже, кстати, с окном. Чтобы было нескучно посидеть там, подумать. Да, супер. Это комната для медитации. Да. Или читальный зал. Так, две раковины. Две раковины. Очень интересные формы. Такой вроде бы треугольный, но с закруглениями. Шкафчики. Шкафчики для каждого. Сначала показалось, что тут 8 розеток. Ну да. Опять все зеркала, зеркала. Есть такое. Но зато как увеличивает объем. Да, согласен. А, ну и, собственно, полотенце повесить сразу здесь. Очень удобно. Здесь у нас теплая стена. Так, расскажи-ка мне, для чего? Здесь телефонная розетка. Ты как знаешь, в отелях, когда экстренный вызов? Да, я выясняла этот вопрос. Оказывается, в тот момент, когда мы закупали эти розетки, не было заглушек. А, правильно. Поэтому наши электрики решили поставить телефонную розетку вместо заглушек теплого пола. А, там просто соединение теплого пола? Да, да. Я понял. Так, и здесь у нас дальше еще. А, вот эта душевая шикарная вообще. С сидушечкой, ребят. Вот, кстати, еще одно панно этой же Елены Лун. Ой, так приятно. Так, сюда, да, двигай? Да, это тот самый круговой обход, когда ты сначала в спальню, попадаешь в ванну, в гардеробную, и там выход. То есть, если, например, один из супругов крепко спит, вот, аккуратненько зашел, здесь свои дела поделал, сюда вышел, вытерся, вышел, и оделся, и умотал. Да, готовенький, вышел. Здесь тоже большая двухзонная такая гардеробная. А, вот она. Да. 30 метров приблизительно. 30 квадратных метров? Ну, на двоих же. Да. Тут у меня сейчас напишут комментарии, что их квартиры такие. Тут одна гардеробная комната. В доме должна быть хорошая гардеробная. Конечно. Большая. Ну, если ты успеха добился в жизни, да, и у тебя, как бы, есть множество шикарных вещей, ну, конечно, их надо размещать. Особенно, когда ты какие-то брендовые вещи покупаешь, что эти вот яркие, ты же их наденешь, там, не знаю, один-два раза в год. И, соответственно, их накапливается очень-очень много. Поэтому здесь неудивительно, что для богатых людей нужно множество мест для хранения. Туалетный столик у окошка. Вообще шикарно. Тоже удобная вещь. Такой классный пуфик, как бублик. Кстати, тоже российского производства. А, да ладно? Да. Очень удобный. Я тоже влюбилась. Кстати, напоминает подушку для новоиспеченных роженец. У них такой же бублик. В общем, не от пролежней. Да. Вот ящичек есть. Так, ну и жалюзи, которые, соответственно, можно тоже настроить. Да. Чтобы свет шел, а тебя не видно было. Открыться. Ну, вот говорят, 45 градусов надо. Достаточно, чтобы тебя не видели, но свет был. Так, пантограф. Да, это для того, что не очень часто требуется. Повесил. Ну, зато уже здесь лесенка не нужна. Да. И все, в самый раз, и уехала. Ну, кстати, вот тут тоже понадобилась по проекту батарея. Я ее даже не заметил. Мы ее покрасили в цвет наших панелей. Она здесь даже очень вписалась, как арт-объект. Супер. В общем, не так все страшно. Есть секция закрытых шкафов обязательно, как раз для каких-то коллекционных вещей, чтобы не пылились там платья. Но зато на виду все равно. Да. Вообще смысл гардеробной в том, чтобы было всю одежду. Да, да, да. Чтобы не надо было открывать, а где это, а где это. Здесь у нас мужская часть, ну, как предполагается. Ну, да, да. Хотя тоже для мужчины очень даже много всего поместится. Супер. Ну и что, вот я, собственно, оделся и аккуратненько раз и на выход. Да. Все, никто никому не мешает. Жалко, что солнышка нет. Здесь в солнечное время такие тени красивые и от лестницы тоже вообще. Супер. Так, ну что, нам надо как-то завершать. Мы все посмотрели? Давай. Друзья, мне кажется, этот выпуск однозначно достоин лайка, потому что это один из немногих, где мы с автором проекта, да, прошлись и посмотрели, узнали, что задумано было. Мы всегда отвечаем на комментарии, я обязательно отвечу. Если у вас будут вопросы к Александре, то, пожалуйста, напишите, я, если что, добьюсь, чтобы ответ был получен. Как говорится, владейте, двигайтесь. Творите. Пока-пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok